Всем привет, друзья и гости моего канала! Вы на канале Кулинария Мсанны. Сегодня вместе с вами приготовим вот такой шоколадно-творожный пирог. Еще его называют стеганые одеяла. Рецепт прост, получается вкусно и красиво. Итак, приступаем к творожной массе. К творогу добавляем яйца, сахар, немного ванилина и теперь это все взбиваем блендером. Вот так хорошо перебили блендером. Теперь убираем блендер, он нам больше не понадобится. Сюда же добавляем кукурузный крахмал. Хотя разницы нету, кукурузный или картофельный. У меня просто сейчас был кукурузный, поэтому я добавляю его. И лопаточкой это все перемешиваем. Все, вот такая консистенция должна получиться. Примерно как 20% сметана. Теперь это все перекладываем в кондитерский мешок. Вот столько у нас получается творожной массы. Отставляем пока в сторону и займемся бисквитом. Нам для этого понадобится 4 яйца. Сюда же мы добавляем щепотку соли. И немного взбиваем. Вот так взбили чуть-чуть. Теперь постепенно добавляем сахар. Вот такая масса должна получиться. Теперь сюда же наливаем растительное масло. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя. Какао. Все это снова перемешиваем на маленьких оборотах. Теперь сюда же будем постепенно добавлять муку. И так же на маленьких оборотах будем аккуратно все не взбивать, а просто перемешивать. Миксером все взбили. Теперь перемешиваем это все снова лопаточкой. Выбираем все со стенок. И вот такая консистенция бисквита у нас получается. Ну что, друзья, у нас уже практически все готово. Я подготовила форму. Смазываю растительным маслом. Можно застелить пергаментом. Я уже включила духовку. Духовку разогреваем до 180 градусов. Так как бисквитному тесту нельзя стоять, нужно сразу отправлять в духовку. Поэтому разогреваем заранее. Перекладываем наше тесто в форму. Все это дело хорошо разравниваем, чтобы был более-менее равномерный слой. Можно постучать. И теперь берем нашу творожную массу. По желанию в творожную массу можно еще добавить цедру апельсина. И теперь вот таким образом выкладываем творожную массу. Этот бисквит очень... Не бисквит, а пирог. Очень вкусный получается. Легкий в приготовлении. Как вы видите, ничего сложного. Ингредиенты самые простые. Мы все отправляем это в разогретую духовку до 180 градусов. Минут на 40. Будем смотреть по готовности бисквита. Ну что, друзья, вот такой пирог у нас получился. Вкусно, быстро, сытно и красиво. Сейчас немного остынет. Я разрежу и покажу, как выглядит в разрезе. Так, друзья, пирог немного подостыл. Конечно, до полного остывания я не дождалась. Мне хочется быстрее разрезать и попробовать. Вот такой получается пирог в разрезе. Сейчас попробую и скажу, какой он на вкус. Это очень вкусно. Бисквит получается очень пышный и воздушный. Отворожная прослойка тает во рту. Я желаю вам приятного чаепития. Готовьте с удовольствием. Не забывайте подписываться и оставлять комментарии.